Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Перед нами вторая глава «Плача Иеремии», посвященного разрушению Иерусалима войсками Новохудоносора в 586 году до Рождества Христова. Как помрачил Господь во гневе Своем дочерь Сиона, с небес поверг на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног Своих в день гнева Своего. Надежда на то, что и в самых тяжелых обстоятельствах Бог не оставит город, где высится его храм, не оставляла иудеев. На это указывает и сам Иеремия в своем пророчестве, предупреждая соотечественников. Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Мудрый Соломон при освящении храма в молитве подчеркивал, что храм, безусловно, не является домом для Бога, как обычный дом, вместилищем для человека. Он говорил, поистине, Богу ли жить на земле, небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который построил я имени Твоему. Все, о чем просил Царь, да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал, мое имя будет там. «Услышь молитву, которой будет молиться раб Твой на месте сём», — говорит Третья книга Царства. Сам Господь через пророков указывает, что подножием ног Своих Бог может назвать, например, всю землю, так как Он творец всего. Но это знание и эта память сумеют поддержать уведённый в изгнание народ, который совсем отчаится сначала от удалённости от своей святыни, а впоследствии даже и от отсутствия возможности хотя бы оплакать её камни. В пророческом видении из Икииля на реке Хавар, это уже Миспотамия, за несколько лет до разрушения города и храма, Бог указывает, что Он в сиянии Своей славы, всегда со Своим народом, что Он не связан с ни с каким местом и всегда близок ко всякому в чистоте и праведности, призывающему Его имя. Погубил Господь всежилища Якова, не пощадил, разрушил в ярости Своей укрепление дщери Иудиной, поверг на землю, отверг царства и князей Его как нечистых. Здесь отвержение царства и князей описано в термине «нечистоты», которое может быть понято скорее не в объективно-ритуальном смысле, с чем, скорее всего, не было проблем у состоятельных израилетян, а скорее в нравственном, о чем говорит предшествовавший Иеремии пророк Исаия. «Князья твои – законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». «В пылу гнева слонил все роги Израилевы, отвел десницу свое от неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожирающий все вокруг». Рог на иврите Керен – древний символ силы и могущества, регулярно упоминаемый в Ветхом Завете, и общий, в общем-то, наверное, для всех ближневосточных культур, где божества часто изображались в рогатых тиарах. Святитель Афанасий Александрийский пишет, «Рогом называется царство или владычество». «Натянул лук свой, как неприятель, направил десницу свою, как враг, и убил все вожделенное для глаз. На скинею тщери Сиона излил ярость свою, как огонь. Господь стал, как неприятель, истребил Израиля, раззорил все чертоги его, разрушил укрепления его и распространил у тщери Иудиной сетование и плач. И отнял ограду свою, как усада, раззорил свое место собраний, заставил Господь забыть на Сионе праздненства и субботы, и в негодовании гнева своего отверг царя и священника». Эту же тему озвучивает и 79-й Псалом, фрагмент которого мы слышим, например, за архиерейским богослужением «Призрес небесе Божий и виште посети виноград сей». Торжественно звучащий за богослужением, возглас этот есть на самом деле возглас последней надежды всех измученных горем и несчастьями, отовсюду притесняемых врагами, вопль восходящий прямо к Богу. Псалом говорит о Боге Израиле, как о земледельце и винограднике. Цитирую. Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. И вот вдруг происходит нечто неожиданное. «Для чего ты разрушил ограды ее? Так что обрывает ее все проходящие по пути, лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее». В Псалме здесь через аллегорию описано то, что в плаче рассказано прямо. «Бог отступил от Израиля и предал его в руки столь вожделенных ранее для него врагов». Вожделенных, так как в культурном и религиозном смысле израильтяне, в общем-то, пытались подражать, то есть не выделяться из череды своих соседей. «Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его, в доме Господнем они шумели, как в праздничный день». Страшные слова говорит об этом Господь у пророка Исаии, указывая на ненавистность для Бога культа, смешанного с неправдой и лицемерием. «Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови». И в завершении книги, да, у того же пророка. «Беззаконник же, заколающий вола, то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь, и воскуряющий фимиам в память, то же, что молящийся идолу». Подытожит мысль израильских пророков апостол Иоанн Богослов, говоря уже даже не столько о культе, но скорее вообще о соотнесенности религиозности и человеколюбия. Он говорит, «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Человеку хочется ощущать себя в безопасности за стеной правильно отправляемого культа. Это искушение не прошло мимо ни одного народа. Не являемся исключением и мы с вами. Но что говорить о трагических событиях, например, в истории нашей страны XX века? Если, например, в нашем христианском с X века государстве рабство было запрещено лишь в XIX веке. Налицо та же попытка спрятаться от заповедей писания за правильным культом, восклицая «Дом Господень, Дом Господень». А чем это заканчивается? Мы видим на примере как описываемых событий в книге, так и, увы, на примере собственной недавней отечественной истории. Господь определил разрушить стену Тщересиона, протянул верфь, не отклонил руки свои от раззорения, истребил внешние укрепления и стены вместе разрушены. Протянутая мирная веревка в мирной жизни – веревка строителя. Но здесь эта веревка, отмеривающая разрушение. Как указывает комментатор, веревкой отмеряли в том числе и сегменты стен, например, подлежащих сносу. В ворота ее вдались в землю. Он разрушил и сокрушил запоры их. Царь ее и князья ее среди язычников не стало закона, и пророки ее не сподобляются видения от Господа. Сидят на земле безмолвно старцы чьи Ресионовой, посыпали пеплом свои головы, припоясались вретищем, опустили к земле головы свои девы иерусалимские. Истощились от слез глаза мои. Волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели дущери народа моего. Когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Изливаемая на землю печень, ну иначе можно перефразировать, как сердце, разрываемое на части. В Ветхом Завете и вообще в ближневосточных текстах значение внутренних органов часто оценивается в непривычном для нас ключе. Так, например, печень и почки осмысливаются часто как центр, например, чувств и страстей. Матерям своим говорят они, где хлеб и вино, умирая подобно раненым на городских улицах, изливая души свои в лоны матерей своих. Что мне сказать тебе? С чем сравнить тебя, дщери Иерусалима? Чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, дщери Сиона? И барана твоя велика, как море. Кто может исцелить тебя? Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию. Эксцессы с ложными пророками во множестве описаны в исторических и пророческих книгах Израиля. Мы воспринимаем пророка как вдохновенного богом харизмата, которого сам Господь выдвинул из среды своего народа, чтобы провозвещать какие-то высокие истины, ну, в духе пушкинского или лермонтовского пророков, которые, кстати, вдохновлены примерами Исаии и Иеремии. Но в большинстве случаев сами израилетяне воспринимали пророков несколько иначе. В Ветхом Завете с момента поселения Израиля в Палестине регулярно упоминаются так называемые сонмы пророческие, то есть собрания пророческие, или же, например, сыны пророческие. То есть можно уверенно говорить о существовании некоторых профессиональных объединений, так называемых пророческих школ, восходящих, возможно, к пророку Самуилу. Далеко не всегда пророчество в собственном смысле этого слова было основным их занятием. Здесь скорее собиралась память о днях минувших, ну и, возможно, кстати, обретала свои первые литературные формы. Таким образом, пророчество в некотором смысле становится, ну, скажем, да, с определенного момента израильской истории регулярным и институциональным. Появляются в таком случае, да, и придворные пророки, наставляющие теперь уже царей, ну, такие, как, например, Нафан или Гад. Да, то есть пророк-проповедник становится политическим консультантом израильских и иудейских монархов. И вот здесь-то и роются корни феномена лжепророчества. Бонусы от самодержцев можно получить с принципиально большей вероятностью, когда говоришь им приятное, нежели обличая их промахи и беззакония. Поэтому с определенного момента профессиональный пророк становится как бы оппонентом пророку харизматическому, пророку, поставленному от Бога. Феномен неинституциональных пророков удивителен тем, что выдвинуты на служение они как раз, да, не благодаря своей образованности, сидению у ног мудрецов или политической длинновидности, а благодаря прямой и непосредственной воле Бога. Что часто, кстати, да, было странно и непонятно для самих избранников этой воли. Ну, как, например, говорит о себе первый такой пророк, оставивший после себя именно письменные поучения Амос. Такого типа конфликт описан в Третьей Книге Царств, где цари Израиля и Иудеи готовятся отправиться вместе на войну за Ромов Галаадский. Цари решили спросить Господа через придворных пророков, но решились призвать и нелюбимого израильским царем пророка Михея. Итак, мы читаем. «И сделал себе садыкия, сын Ханааны, железные рога, и сказал, так говорит Господь, сим избадешь сириян до истребления их. И все пророки пророчествовали, тоже говоря, иди на Ромов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, вот речь пророков единогласно предвозвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно с словом каждого из них. «Изреки и ты добрая». И сказал Михей, «Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». И пришел он к царю. Царь сказал ему, «Михей, идти ли нам войной на Ромов Галаадский или нет?» И сказал тот ему, «Иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя». И сказал ему, «Царь, еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истинного имя Господа». И сказал он, «Я вижу всех израилетян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь, «Нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в дом свой». И сказал царь израильский Иосафату, то есть царю иудейскому, «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» Таким образом, ситуация конфликта лжепророков с истинными пророками, к сожалению, была для Израиля не нова. И внимание властимущих чаще, конечно, склонялось к приятному для них слову, так слову, к сожалению, ведущему их к погибели. «Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головой своей о дочери Иерусалима, говоря, «Это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли?» «Разину ли на тебя пасть свою все враги твои? Свищут и скрижащут зубами, говорят, поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, дождались, увидели. Совершил Господь, что определил, исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил беспощады и дал врагу порадоваться над тобою, вознес урок неприятелей твоих». Библейские авторы подчеркивают, что всякое слово, сказанное Богом, находит место и время для своего исполнения. Так, в момент апофеоза истории Израиля после освящения храма Соломон в молитве восклицает «Благословен Господь Бог, который дал покой народу своему Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея». Это третья книга царств. Но также многократно подчеркивают авторы и исполнение всех тех зол, от которых, точнее, предостерегал народ свой Бог. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Книга Второзакония. Сердце их вопьет к Господу, стенат через Сиона, лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих, вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай как воду сердце твое пред лицом Господа, простирай к нему руки твои, а души детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Воззри, Господи, и посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, вскормленных ими, чтобы убиваемы были в священнище Господнем священник и пророк. Дети и старцы лежат на земле по улицам. Девы мои и юноши мои пали от меча. Ты убивал их в день гнева твоего, заколал без пощады. Ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои. И в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел. Тех, которые были мною, вскормлены и выращены, враг мой истребил. В тексте слышится обида на Творца. Он называется главным инициатором всех случившихся со страной и городом зол. В плаче пророк часто приводит не только свои или Господни слова, но и слова народа, надеявшегося, например, на помощь друзей, на святость места, на регулярный культ, на лживые слова придворных пророков, но, увы, не слышавшего трезвого, обличающего Слово Божие и не исправившего своей жизни. Слово Божие